Здравствуйте! С вами снова Экви-менеджмент с Витой Козловой. Сегодня мы обсудим очень важную и сложную в контексте конного спорта тему – спонсорство и партнерство. Что есть спонсорство? Спонсорство в спорте является коммерческим договором между компанией и организаторами соревнований о сотрудничестве в целях продвижения общих интересов. Компания-спонсор предоставляет финансовый вклад в обмен на право ассоциироваться с мероприятием. Организаторы мероприятия, в свою очередь, разрешают спонсору пользоваться их продуктом в целях продвижения своего. Спонсорство спортивных соревнований является одним из самых эффективных инструментов маркетинга и в значительной степени более эффективным, чем реклама, потому что он тоньше и связан с эмоциональным опытом сопричастности. Интересно, что посредством формирования у зрителей этого ощущения сопричастности и был создан огромный рынок самоидентификации, условно названный «Кто я такой?», базирующийся на том, что приобретая продукцию с символикой вида спорта, спортивного клуба, команды или спортсмена, покупатель идентифицирует себя с ними. При спонсировании в области спорта важно учитывать и совместимость брендов. Бренд спонсора и бренд мероприятия должны основываться на общих ценностях и ориентироваться на один и тот же сегмент потребителей. Чтобы найти правильного спонсора, организатор мероприятия должен знать ответы на следующие вопросы. Отражает ли среда мероприятия ценности спонсора? Будет ли имидж бренда спонсора поглощен средой события или она будет служить отличным дополнением к бренду? Хочет ли бренд спонсора или самого турнира ассоциироваться с другими спонсорами, их продуктами и услугами? Также для спонсоров очень важно, какая аудитория у вас на мероприятии и какие у этой аудитории покупательские привычки. Итак, спонсорство в области спорта создает великолепные возможности для коммерческого месседжа. Потребители ставят спонсорство в спорте выше оплачиваемой рекламы и в этом есть его преимущество. Кроме того, стандартная реклама статична, тогда как потребители спортивного зрелища получают опыт личного переживания и связывают свои эмоции с конкретным брендом. Поэтому спонсорство в спорте позволяет национальным и региональным компаниям эффективно продвигать свои товары и услуги на более высоком уровне. Поскольку спонсор привносит спорт в жизнь людей, их лояльность к его бренду повышается. Также в качестве преимуществ можно отметить возможность примкнуть к некой исключительной категории компаний и посредством этого продемонстрировать свое выгодное отличие от конкурентов, приобщившись к другим высокоценным брендам. Все это так, но российский конный спорт остается недостаточно привлекательным для бизнеса, несмотря на все усилия организаторов соревнований. Давайте вместе разбираться почему. В свое время в рамках дипломной работы в МБА я проводила социологическое исследование для выявления уникальных сторон соревнований по выиске посредством. Опроса фокус-групп в 10 городах, в количестве 100 человек в каждой, возрастная группа 21-45 лет, итого было опрошено более 1000 человек. Интервью внутри российского спорта, Национальный олимпийский комитет, ФКСР, Оргкомитеты соревнований по конному спорту, российские спортсмены-конники и всего было 116 респондентов. Интервью с партнерами соревнований по конному спорту, коммерческими компаниями, СМИ и представителями общественного мнения. Таких респондентов было 131. В результате были получены данные по широкому кругу вопросов, относящихся к восприятию конного спорта в нашей стране в целом. Также во время проведения одного из лично командных чемпионатов России по выиске в Нижнем Новгороде был проведен опрос зрителей на предмет того, какие характеристики они ассоциируют с выиской. Полученный перечень характеристик выглядел так. Достойное, далекое и надменное, вечное, честное соревнование, глобальное, наследие и традиции, благородное, вдохновляющее, политическое, респектабельное, эгоцентричное, единство традиций, субъективное. В результате был сделан следующий вывод. Потребители не видят откровенно отрицательных ассоциаций с выиской, а значит дисциплина должна быть интересна спонсорам. Так почему же мы видим пустые трибуны и не наблюдаем очередей спонсоров, как, например, у Большого Ахенского турнира, где они записываются в лист ожидания и ожидают по несколько лет возможности подобного сотрудничества? Как правило, спонсоры участвуют в таких спонсорских программах, которые соответствуют их корпоративным целям и продвигают их. И первый вопрос, который задают потенциальные спонсоры, это как будет организовано освещение события? Давайте остановимся на этом поподробнее. Организаторы мероприятия могут продать или передать права на использование лого соревнований или права на его трансляцию. Поскольку организаторы всегда стремятся произвести на общественность положительное впечатление, партнерство со СМИ становится важнейшей частью успеха события, обеспечивающая внимание спонсоров и продвижение мероприятия. Решив вопрос партнерства со СМИ на максимально раннем этапе, организаторы получают ценный актив при формировании спонсорских пакетов. Формат партнерского освещения в СМИ, как правило, весьма традиционен. Это телевещание, особенно в случае мегасобытий. Если вещательная компания заинтересована в трансляции мероприятия, она согласится демонстрировать и рекламные материалы спонсоров. Существуют и другие возможности, когда организатор передает вещательной компании права на самостоятельное произведение контента. Однако его права, организатор, чаще всего ограничены принадлежностью прав на вещание Федерации по виду спорта или лиги. Следующий формат – радиовещание. Этот формат может быть весьма полезен организаторам, хотя имеет меньший охват аудитории. Далее идет освещение в прессе. Внимание! Права, предоставляемые печатным органом на освещение, не должны быть эксклюзивными. Это такая обоюдоострая бритва, и пользоваться этим инструментом стоит с большой осторожностью. Чтобы не вышло так, что при публикации репортажей и рейтингов соревнования другие СМИ не захотели продвигать конкурента, отчего мероприятие только пострадает. Поскольку в России конный спорт является нишевым и не имеет широкую популярность, некоторые конно-спортивные СМИ, тоже имеющие ограниченную аудиторию, вместо того, чтобы платить организаторам, создающим продукт, за право освещать их события, хотят получить от организатора плату за размещение информации. Поэтому многие КСК организовывают собственные интернет-трансляции своих событий. И на этом стоит остановиться подробнее. Интернет-трансляции стали набирать популярность в самом конце 90-х, а к 2003 году Эпсонское дерби и еще восемь скачек полностью транслировались только в интернете. Продажа прав на интернет-вещание значительно расширила число возможных источников дохода организаторов. Сегодня даже права на телетрансляцию Олимпийских игр исключают интернет-вещание, и пользователи, подписанные на ресурсы организатора, могут наблюдать прямые трансляции и запись событий со своих мобильных устройств. Кроме того, беспроводные технологии становятся отличным инструментом маркетинговых коммуникаций и позволяют зрителям и фанатам быть ближе к своим кумирам, следить за их жизнью. Веб-журналы, блоги, хэштеги теперь используются повсеместно. И все же поддержка спортивного события сильным и влиятельным СМИ по-прежнему является ключевым фактором для потенциальных спонсоров. Поэтому, если событие имеет такого медиа-партнера, его шансы быть успешным кратно возрастают. Чем же партнерство отличается от спонсорства? В терминологии нет правил и стандартов, и разная терминология при описании видов спонсирования нередко вызывает затруднения в понимании целей и задач разных участников спортивного события. Сам термин «спонсорство» несет несколько старомодный оттенок, поэтому при описании взаимоотношений организации в процессе подготовки мероприятия все чаще и чаще используется слово «партнерство». Какую бы терминологию мы не предпочли, объем спортивного спонсорства или партнерства с начала 21 века увеличился более чем вдвое и продолжает расти примерно на 5% ежегодно. И сегодня превысил 50 миллиардов долларов. Ранее корпоративное вовлечение в спорт было скорее филантропическим. В наши дни во всем мире спортивное спонсорство – это инструмент увеличения продаж. Есть два фундаментальных подхода к привлечению спонсоров. Суть первого – можно охарактеризовать фразой «на все готовое», и такой подход пока еще преобладает в спортивной индустрии. Он заключается в том, что организатор формирует некий пакет услуг, который он гарантирует предоставить за определенное финансирование. В результате спонсор почти не принимает участие в процессе подготовки и степень его вовлечения в организацию соревнования близится к нулю. При втором подходе запросы спонсора учитываются в первую очередь и уже на их основе специально для него формируется спонсорский пакет. Какие варианты правового статуса существуют в спорте? Итак, титульные права гарантируют указание имени спонсора в названии соревнований. В большинстве случаев это касается и логотипа. Ну, например, Samsung National Cup. Следующая категория – представительские права, где название спонсора упоминается неразрывно с названием турнира, но уже в следующем сочетании. Например, Grand Prix с Nestlé или с предлогом by Grand Prix by Nestlé. Любые права на наименование предполагают долгосрочные соглашения, как и включение в название спортивных объектов. Например, ВТБ-арену. Следующая категория – права сектора. Статус, который получает спонсор, являясь единственным представителем сектора или рынка. Например, MasterCard является эксклюзивным представителем рынка кредитных карт на определенных турнирах. То же касается и банков, и транспортных компаний, которые также могут войти и в следующую категорию – в категорию поставщиков. Туда же войдут производители и поставщики оборудования, инвентаря, услуг, напитков и прочее. Подобное распределение прав является наиважнейшей частью составления спонсорских программ и требует грамотной балансировки, чтобы избежать дублирования или излишней товаризации. Некоторые организаторы стремятся привлекать как можно больше спонсоров, что может перегрузить коммуникационные сообщения и вызвать неудовольствие как зрителей, так и самих спонсоров. Нельзя игнорировать и тот факт, что именно коммерциализация спорта превратила его события в яркие спектакли, обеспечивающие широкий ассортимент наслаждений, вызывающие все большее желание быть сопричастными в любом качестве с событием. Следовательно, и российские соревнования по конному спорту должны перестать быть исключительно технологическим процессом по выявлению сильнейшей спортивной пары «Псадник-лошадь», а приобрести характеристики спортивного шоу, то есть стать по-настоящему зрелищными и интересными. Итак, сегодня мы разобрали, что из себя представляет спонсорство в спорте. Но чтобы привлечь спонсоров на мероприятие, нужно гарантировать им зрелищность события. О том, как это сделать и есть ли нужные для этого ресурсы у конного спорта, мы поговорим с вами в следующей программе. Если проект Экви-менеджмент интересен вам, а информация, которую мы предлагаем вашему вниманию, полезна, ставьте лайки, чтобы это видео попало в рекомендованные. Тогда его сможет увидеть еще больше конников, которым оно, собственно, и адресовано. С вами была Вита Козлова. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!